Ну шо? Шо у тебя с головой? Всем привет, инфотеористы! Шо бы вы не думали, что я бухаю на ваши донаты, мы решили немножечко тут поработать над картинкой, поэтому спасибо вам огромное, и особенно Денису Львовичу. Правда, я уже потратил все бабки, поэтому я надеюсь, что он таки вернется. Но теперь у нас другая проблема. Рекордная жара в Москве, прям какие-то египетские ночи. Слишком много запросов было зимой в московскую мэрию, Собянин отреагировал, но чуточку перестарался. А у меня нет кондиционера, поэтому я купил вентилятор. Я звонил установщикам, первая свободная дата в сентябре. Поэтому у нас новый сбор на взятку кондиционерщикам. Все расследуют коррупцию в Министерстве обороны, но вот где настоящая золотая жила. Ребята просто управляют климатом. В США прошли дебаты Байдена и Трампа. После завершения дебатов все сразу накинулись на Байдена. Все СМИ начали его как-то унижать. И даже этим занимаются его друзья. Семья, конечно, хочет просто оставаться в Белом доме. Но это на лице Джилл Байден все это написано уже просто. Что плевать, пусть что будет, пусть помрет в Белом доме. Я считаю, что это очень низко. Байден все-таки один из самых опытных политиков в мире. Дед был самым молодым конгрессменом в истории США. Нельзя вот так вот просто за одну какую-то ошибку сливать человека. Уверен, Джо Байден сможет еще собраться и пойти в атаку на Трампа. Главное, чтобы это был не Трамп. Из главных новостей Канни Уэст приехал в Москву. Честно говоря, то внимание, которое оказали Канни Уэсту, говорит о том, что в России все слишком хорошо живут. Всем скучно. Мне кажется, вряд ли бы кто-то так следил за Газмановым в США. Хотя его же забанили на Ютуб, по всей видимости, из-за национальной безопасности Америки. Ясные дни закончились, остались только хмурые. С другой стороны, в России уже придумали, где будет работать Канни Уэст. И на хлебзаводе заметили автомобиль, который делимобиль подготовил специально для рэпера. Также в Тюмени поставили фигуры рэпера из картона. Украсили все это какими-то коврами с узорами. На фоне надписей Тюменская область, дом родной. При этом говорят, что местные жители утащили голую бьянку, пока другие распевали с Канни Уэстом за приезд. Походу в России Канни Уэсту светит только шить ковры или развозить хлеб. А вы еще говорите, что мы избавились от рабского стереотипа мышления. Позор. Диор и Армани используют нелегальный труд мигрантов. Мы уже с вами обсуждали Армани, а сейчас проверки подъехали и на Диор. Там оказалось все то же самое. Местные рабочие просто спят на заводе на столах. Им платят по 2-3 евро в час и используют их труд нелегально, чем нарушают закон. Прикол в том, что себестоимость этих люксовых сумок 53 евро, а Диор их продает где-то по 2-600. Может именно поэтому Бернар Арно самый богатый человек в мире. Жду теперь на эту тему фильм «Дом Диор». Ну а те ребята, которые ходят с палеными Гуччи и Луи Виттон по Патрикам. Мое почтение. Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. А потом Зеленский это опроверг. По всей видимости, не договорились по цене. Зеленский запросил слишком много Абрамсов. Ну или просто наличку. Но если серьезно, Такер просто красиво развел Зеленского. В Твиттере заявил, что уже почти с ним договорился. И у Зеленского осталось всего 2 выбора. Поскольку он рассказывал, что Такер это какой-то российский агент, то если бы Зеленский согласился, он бы выглядел как ведущий Russia Today. Ну а если бы он не пошел, то он выглядел бы как трус. Он выбрал второе. Но чтобы не выглядеть как трус, он рассказал, что это все проделки ФСБ. Честно говоря, сложно вериться, что человеку с такой популярностью и с миллионами просмотров в YouTube и в X нужна помощь ФСБ для того, чтобы снимать контент, делать какие-то интервью. Но если это действительно так, то мне кажется, для начинающего блогера это отличное предложение. Поэтому обращаюсь к ФСБ. Заберите меня, пожалуйста, к вам. У меня тоже есть пара вопросов к Зеленскому. Ну или организуйте интервью к Байдену. Я не знаю, кто к вам ближе. Хотя всю эту ситуацию раньше предсказывала Диана Панченко. Почему Зеленский не дает интервью Такеру? Я знаю, я хорошо знакома с Зеленским и с его командой. Почему деньги долгоплательщиков США разворовывают? Почему ни один украинский политик не на фронте? Кто убил журналиста Гонсалья Лиры в украинской тюрьме? Почему Зеленский боится провести выборы? Но есть более важный вопрос. Мистер Зеленский, а что будет, если завтра вы разрешите нашим мужчинам выезжать из страны? В России прокуратура займется аэрофлотом, потому что компания массово задерживает рейсы. Как пример, 29 июня в Шереметьево задержали 130 рейсов. СМИ пишут, что причина в нехватке бортпроводников, потому что те уходят в отпуск, потому что им не нравится график и направление, куда их отправляет начальство. Прекрасно их понимаю, я бы тоже вместо Норильска хотел полететь в Сочи, потому что в Норильске самый теплый день это примерно минус 2. В то время как в Италии люди живут в рабских условиях на заводе в Луи Виттон, в России почти нет безработицы и курьеры зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц. А люди могут себе позволить даже не увольняться, а уходить в отпуск, если им что-то не нравится. И работодатель будет это терпеть. Вот до чего страну довел режим Путина. Я тоже считаю, что не обязательно писать вот эти видосы в студии, а можно улететь на Мальдивы и все время там отдыхать. Я думаю, что Денис Львович может это организовать. Кстати, ребята, я уже понял, что дорос до того момента, когда готов передавать свой великий мудрый опыт, поэтому если вы чувствуете в себе силы, что можете тоже так нихера не делать, сидя за столом и что-то рассказывать в микрофон и жить на донаты, то пишите мне в телеграм-канал КтоШо, там есть моя личка, присылайте свои идеи, присылайте свои видео, может быть вы классно юморите, и мы с вами что-нибудь придумаем. Украинская журналистка рассказала, что Тарас Григорович Шевченко лучше, чем Пушкин. Пушкин, который был придворным поэтом, там что-то створил умовную пропаганду, и если взять Тараса Шевченко, то он вызывает больше приемных эмоций, чем умовный Пушкин. Этим она объясняет, чем же отличаются все-таки русские от украинца. По ее мнению, Пушкин писал так, чтобы его не ущемлял страшный режим, при этом все время находился в ссылках. А Тарас Григорович Шевченко – это свободный поэт, который просто так ездил в Оренбург. И не важно, что из крепатства, Шевченко вытащил как раз-таки влиятельный российский художник Карл Брю... Карл Брюлов. Брюлов. Карл Брюлов. И не важно, что рисованию Шевченко учился у Владимира Ширяева, который рисовал в летнем саду в Санкт-Петербурге. И похрен вообще на то, что Пушкин и Шевченко жили тогда в одной стране. И умерли оба в российской столице, в Санкт-Петербурге, приехав туда из российской провинции, из Москвы и Киева. Живите теперь с этим, москвичи. Пока.